17 ребят под руководством трех профессоров работают над искусственным интеллектом. Это будет виртуальный помощник, общающийся с пользователями на якутском языке. Модель аналог JAT-GPT. Помимо общения и информирования планируется, что помощник сможет выполнять функции умного дома, включать музыку, устную якутскую речь воспроизводить в текстовом формате. На данном этапе разработан бот, который собирает базу информации на якутском языке. Мы сейчас везде и всюду пытаемся найти информацию о том, где можно использовать якутский язык, найти базы. Пытаемся сделать коллаборации с библиотекой, институтом якутского языка, который у нас в университете. Мы сейчас с открытых источников нашли базу и обучили такую маленькую модельку. К сожалению, у него там ошибка большая, но он сейчас уже понимает якутский язык, что-то пытается делать. Помимо университетских проектов, студенты института активно занимаются созданием и продвижением собственных инициатив. К примеру, Антон Данилов, студент четвертого курса кафедры прикладной информатики, вместе со своими единомышленниками разработал целую экосистему «Парадокс». С помощью телефона, когда человек совершает покупку в каком-то магазине, он может отсканировать чек и занести все свои покупки в базу данных этого приложения так, чтобы пользователи могли смотреть, какие цены актуальны в этом магазине. Также эта система позволяет разработать некоторую систему лояльности. Допустим, если человек очень часто покупает в этих магазинах, они получают там скидку, и это может отслеживаться тоже по нашему приложению. Есть у нас «Парадокс Форумс». Это мы сделали, когда, учитывая нынешние события, нам нужны отечественные продукты. «Парадокс Форумс» — это как Google Форумс, позволяет создавать анкеты и собирать информацию с пользователей. Подобные стартап-проекты студенты презентуют на различных форумах и конкурсах, которые проводит университет. Благодаря такой организации многие ребята действительно выпустили свои IT-продукты. Помимо этого, каждое лето студенты-программисты проходят производственную практику в различных предприятиях Якутска, благодаря чему сразу трудоустраиваются. Попал на практику в Алмаз-Аргенбанк. Там занимались веб-разработкой. Понравилось, но тогда опыта, скажем, не хватало, чтобы как-то попробовать себя уже как сотрудник. И вот после третьего курса проходил практику в стартапе «Сайберия», который занимается разработкой медицинского ПО, программного обеспечения. И меня пригласили на работу после этого. И до сих пор совмещаюсь с учебой. В рамках празднования Дня программиста дан старт ряду тематических лекций от ведущих экспертов различных университетов. А завершится неделя традиционной олимпиады не только среди студентов, но и преподавателей. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск.